Мы вчера приехали, сегодня стабильный у нас уже получилось. Все нормально, наверное, надо обратно ехать домой. Обратно, да? Да, тем более мы работаем в школе, надо на работу завтра уже выходить. А когда вы приехали? Ну, вчера приехали. Ночью? Ночью, вечером, пока вот эти посты, через пост мы же там, у нас вообще такая очередь, дети. Там стабильно, вот уже по телевидению же все, новости, новостях все же говорит, стабильно все, вот у нас там все под контролем. И вы обратно, да? Обратно едем. А многие там обратно едем? Не знаю, не знаю. Ну, вот утром говорится, переходят же обратно домой, переходят. В пятницу где-то полшестого у нас там все началось. Как вы узнали или там? Да у нас там же крики вот такие ужасные были. Там сжигают, убивают. Там троих парней убили, а муж остался дома. Там уже обороняться надо. Они стоят в обороне сейчас. Там еще есть некоторые, которые не смогли приехать. У некоторых детей, у кладышек нет. Они не могут пересечь границу. Дома остались. Здесь их же охранять надо. Муж утром звонил, говорит, вчера ночью все спокойно было. Там войска приехали, ОМОН там стоит, охраняют тоже. А когда вы вернетесь? Не знаю. Я хочу сегодня вернуться, но не знаю, как быть. Теперь обратно перебираться, женат. Раньше были такие случаи? Я не помню. Первый раз с такими сталкиваемся мы. Мы сто с лишним лет здесь живем, а поколение к поколению нет такого, что в какой-то раз. Здесь что-то необъяснимое. И не знаю, в чем дело. И почему так случилось, мы тоже не знаем. Я не знаю, в чем дело. Я не знаю, в чем дело. Я не знаю, в чем дело. В чем дело. В чем дело. В чем дело. Я не знаю, 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 в чем дело. Жители, сейчас они приехали, мы все его переселили в домах, все по родственникам, они сейчас живут. Мы что можем, помогаем, но, конечно, мы никому таких не желаем, чтобы такие уроки, такие примеры не брали, что вот такие инциденты. Здесь страдают дети, женщины, стариков, но спасибо нашему правительству, нашему силовике, спецслужбе, правоохранительные органы, вчера встречали очень хорошо, помогали, очень сильно помогали. Наши жители Кыргызстана, все звонят, они говорят, какие помощь, уже все к нам звонят, чтобы помогли, что можем. Очень много испуганных, дети в себе не могут прийти, я думаю, что она пройдет, врачи помогают, есть очень много детей испуганных, женщины тоже не испуганные, они в себе втирают. Чтобы целая ночь женщины не спали, они от себя не могли прийти. Надеемся, чтобы все было хорошо. Ну, конечно, это мы никого не можем обвинять, это те, которые совершают, это преступники. Это преступники, они, вот так нельзя делать. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ